Забыть войну. 15-летний Алексей Гришко чудом остался жив во время обстрелов в Мариуполе полтора года назад. Получил осколочные ранения, пережил операцию. С подростком работали психологи. Сейчас его отправили на реабилитацию в Запорожье. Историю продолжат корреспонденты событий. Осколок порезал куртку, толстовку, руку посеку. Зашивали в больнице руку. Это был самый масштабный кровавый обстрел мирных кварталов Мариуполя. Погиб 31 человек, раненые 117. Десятки снарядов из города буквально изрешутили дома. Один из таких упал прямо во дворе, где живет Алексей Гришко. В момент трагедии они с мамой были на улице. Их спасло то, что снаряд разорвался рядом с машиной, которая приняла на себя основной удар. Вот этот козырек, который нас спас. Скажем так, машина и козырек. Под козыреком, получается, мы спаслись от стекол, которые посыпались со всех окон. Парня ранила в плечо и ногу. Пришлось сделать операцию. Штабрина Тахметова сразу предоставил медикаменты и расходные материалы для ее проведения. Затем была помощь психологов. А этим летом в рамках программы реабилитации раненых детей он отправляется в санаторий. Я очень благодарен, что мне помогли здоровье восстановить, отдохнуть от всего этого, от взрывов, от всего. Помогают забыть ужасы войны Алексею медики в санатории «Великий лук». Он расположен в Запорожской области на берегу Днепра. Здесь чистый воздух, десятки процедур, уникальные методики реабилитации. Все дни расписаны по часам. Дети каждый получает не менее восьми процедур. И каждый день что-то, через день, ежедневные процедуры, комплексное питание, оздоровление проводится. Осматривается специалистами узкими, если необходимость в этом возникает. Подросток приехал в оздоровительный центр с бабушкой. Расходы на путевку и проезд взял на себя гуманитарный штаб Ахметова. Огромное спасибо, потому что ту помощь, которая была оказана его фондом, неоценима. Мы без помощи этого фонда не смогли бы просто поднять его на ноги. Эти дети очень нуждаются в стабилизации не только физического состояния здоровья, но и эмоционального. Штаб готов сопровождать этих детей от момента травмы до финального этапа реабилитации и выздоровления. Алексею предстоит окрепнуть физически и морально. После нескольких дней пребывания парень стал чувствовать себя гораздо лучше. Уже два года гуманитарный штаб Ринат Ахметова системно поддерживает пострадавших во время боевых действий на Донбассе. За это время почти 45 тысяч человек получили адресную помощь. В первую очередь помогают детям. Для более 2300 штаб предоставил медикаменты и расходные материалы для операций. А реабилитацию после ранений предоставляют в санаториях Бердянской Запорожья. Ее прошли уже 42 ребенка.